Приветствую! Это Сэпиент, и мы продолжаем погружаться в мод Gregtag 5.0.9 на идеальной индустриальной сборке. Как видите, индустриальная база всё больше и больше начинает проявляться. И, пожалуй, пришло время как-то задуматься над тем, чтобы придумать к ней название. Какие-нибудь избитые и простые, типа Техцентр, Техноканьон или Техногора, они, конечно, приходят мне в голову, но хочется чего-нибудь более изящного. Если вдруг вас посетят мысли, стоящие этого, черкните, пожалуйста, в комментариях. Вполне возможно, что коллективный разум поможет в этом деле и удастся придумать что-нибудь эдакое. И, кажется, моя индустриальная база одобрена оцелотами. По крайней мере, они без страха сюда заходят и весело тут прыгают, пытаясь перепрыгнуть мой металлический заборчик. Я никогда не использовал металлический забор, потому что мне было жалко железа. Но ведь на самом деле, на каждую секцию этого забора нужно всего половина железного слитка. И, условно, стека железа мне хватило на всё вот это вот дело и даже, по-моему, ещё осталось. Ну, а в строительстве мне очень помогает такой механизм, как мультисмелтер, который, в том числе, появилась возможность сделать после появления адвансдсёркетов, потому как его контроллер эти самые микросхемы требует. А так, по своей конструкции, это очень похоже на электрическую доменную печку. Только что в нём используется всего одно нагревательное кольцо. Электричество он кушает в LV-варианте при LV Energy Hatch точно так же, как обыкновенная электрическая печка 4 и юзотик. Работает, правда, в 4 раза дольше. Но за один раз он способен пережарить до 6 предметов сразу. Это ограничение обеспечивается кольцом из купранителя. Если посмотреть внимательно в Tooltip, то в зависимости от тира колец он за раз пережаривает 6, 12 или 18 предметов сразу. Соответственно, так как работает он в четверо дольше печки, то если жарить в нём предметы по 4 штуки, то мы получаем полный аналог печки и по времени работы, и по стоимости электричества на одну, точнее не то, чтобы на одну операцию, но на один предмет. А вот если их будет 5 или лучше 6, то тогда он получается в полтора раза выгоднее. Соответственно, здесь у меня парочка сундуков. Один input, второй output. И оттуда обыкновенными brass item pipe при помощи конвейер-модулей что-то загружается в input и выгружается из output. И, соответственно, в количествах кратных 6 это всё замечательно прожаривается. Спасибо ему. У меня достаточно гладкого камня для всех моих, скажем так, нужд. А ещё хотелось бы провести небольшую работу над ошибками и показать новую схему компоновки паровых турбин для большого стального бойлера. Дело в том, что в той схеме, которую я показывал в прошлый раз, была одна технологическая ошибка. Ошибка заключалась в том, что я не учёл тот факт, что каждый повышающий трансформатор принимать-то может, на самом деле, не более 4 А. А некоторые из, точнее, один из у меня, кажется, получал 5. В общем, новая схема получилась ещё лучше, ещё проще и даже ещё компактнее. Она занимает всего лишь 3 на 3 блока в плане и, в общем-то, ну, фактически соответствует по размеру бойлеру. Как это выглядит? Мы ставим вертикальным столбом 5 трансформаторов. По центру high voltage, выше-ниже от него medium и ещё выше и ниже low. Все, разумеется, в повышающем режиме отдают энергию по направлению к high voltage трансформатору. Ну, а вот из этого слота мы, соответственно, алюминиевым кабелем будем электричество забирать. Ну, и, разумеется, не забыть вот эти два трансформатора закрыть фольгой для того, чтобы, собственно, электричество не зацикливалось, не запетлевалось. Далее. С одной стороны мы размещаем 5 турбин, прям вот просто сплошняком. С другой стороны мы размещаем 2 турбины внизу и одну на самом верху. С третьей стороны только 2 турбины наверху. Как раз здесь 2, 3, 4, 5 в сумме, да? И с четвёртой стороны тоже все 5 турбин, просто вот одна над другой. При таком раскладе каждый трансформатор, смотрите, нижний, получает 3 ампера тока, к нему подключено 3 турбины. Средний получает 1 ампер, 2 ампер, перед ним 3 ампер, и из нижнего трансформатора 4 ампер тока. Вот этот вот трансформатор получает сверху-снизу по 1 амперу, от турбины 3 ампер и от вон той турбины 4. У следующего трансформатора 1 турбина, 2 турбина, 3 турбина и 4 ампер, это трансформатор сверху. Ну и у него, у самого, просто 4 турбины. Следующий момент оптимизации касается количества труб, при помощи которых доставляется пар. Ну, дело в том, что, коль скоро вот этой трубы пропускная способность используется на 2 трети, и она вполне спокойно может кормить 2 турбины, то труба вдвое большей пропускной способности. Вполне логично, что может кормить 4. И это проверено, и это действительно так. Соответственно, на 15 турбин у меня разведено всего 4 трубы. 3 из них, каждая кормит по 4 турбины. Вот, например, желтая. Раз, два, три, четыре. Соответственно, допустим, синяя. Раз, два, три, четыре. Зеленая тоже четыре. Ну и последняя, розовая, кормит оставшиеся три. Как-то так. Ну и вот таким вот образом это все выглядит уже в работе. Соответственно, в те турбины, которые заполняются паром не сразу полностью, а вот очень постепенно в них это количество пара растет, заполняются реально достаточно медленно. И это мне говорит и показывает о том, что хоть в целом производство пара этим бойлером немножечко на капельку превышает потребление этого пара турбинами. Ну, условно говоря, причина на самом деле в том, что каждая турбина ест не 80 милибакетов пара затек ровно, а что-то типа 79,6 или 79,3, как-то так. Но вот эти вот несчастные копеечки на самом деле не уходят впустую, потому что за все время работы бойлера, ну пока бадбуфер не заполнится, только-только успевает накопиться, вот полностью забиться в внутренний буфер турбины, труба, по которой поставляется пар, Energy Hatch, о, не Energy, этот самый, Output Hatch, через который она выгружается. Вот, допустим, вот этот вот, если заглянуть, он, как видите, вообще пустой. В общем, схема получилась лучше, компактнее, изящнее, и даже теперь тут ее можно обойти со всех сторон, что неплохо. А вот что плохо, так это то, что доменная печка простаивает. Но простаивает она просто потому, что алюминия мне, наверное, прямо сейчас жарить больше не нужно. Его достаточно и так. Надо бы пожарить нержавейку, вот только хрома не хватает. И именно эту проблему, мне кажется, сейчас стоит порешать. А поможет мне в этом Advanced Miner, до которого, на мой взгляд, уже вполне, скажем так, дошло. Им, пожалуй, уже вполне стоит заняться. Как я и говорил, единственное, что нам мешало собрать его раньше, это отсутствие Advanced Circuit. Теперь они у нас есть, и его можно собрать совершенно спокойно. Тадам! В отличие от обычного майнера, Advanced Miner не нужен майнинг дрил. Он входит в его рецепт и, собственно говоря, для работы не требуется. Все, что ему нужно, это сканер, электричество и настройки. Дело в том, что Advanced Miner может работать избирательно. Ему можно указать, какие руды нужно выкапывать, или наоборот, какие блоки трогать не нужно. Соответственно, переключение режима Blacklist или Whitelist. Рекомендую использовать Whitelist и настроить только те блоки, которые копать нужно. Иначе он будет добывать огромное количество ненужной коблы. Ну и плюс ко всему прочему, потенциально в нем есть режим включить... В нем можно включить режим Silk Touch. Правда, для греговских руд он абсолютно лишен какого-либо смысла, поскольку все руды и так добываются в виде блоков. Добывать же Small руды при помощи Silk Touch также никакого смысла нет, поскольку их невозможно переработать в виде блоков, да и не уверены, что он сработает. А в отличие от просто майнера Advanced гораздо более прожорлив. Способен обрабатывать гораздо большую территорию. И поэтому у него есть свой встроенный внутренний буфер для электричества объемом аж целых 3,2 или без 2 десятых просто 3 целых миллиона ию. Поэтому его имеет смысл просто подключить к какому-нибудь кабелю просто для того, чтобы он мог зарядиться. Я надеюсь, он будет принимать электричество снизу. Ну, так как у нас тут... Да, похоже, что принимает. К сожалению, по нему этого никак особо не видно, ну, потому что 3,2 миллиона это все-таки 3,2 миллиона. Если просто положить в него батарейку вот такую вот большую литиевую, то она благополучно очень бодренько начнет опустошаться, заряжая этот самый майнер. И таким образом фактически в нем можно хранить до 3 батареек одновременно. То есть 2 объем двух батарейок во внутреннем буфере и еще одна сверху. Итак, как он работает? Для начала его нужно снабдить электричеством либо батарейками, либо при помощи проводов, либо от буфера без разницы. Принимает он как любой цешный механизм, любое напряжение, но вот батарейки более чем на 512 вольт в него положить нельзя. То есть, скажем, лопатроник кристалл напрямую положить нет, а вот через батбуфер запросто. Настроить вайтлист, какие руды я хочу, чтобы он добывал и положить в него сканер. В зависимости от типа сканера, будет это OD или OV, у Advanced Miner получается разный радиус работы. Начиная со ниже стоящего слоя, он начинает построчно сканировать территорию, находить заданные блоки руды и выкапывать их. Вот приблизительно таким образом это выглядит. Причем сканирует, как видите, справа налево. Ну и ладно, какая нам разница. Радиус работы с OD составляет 8 блоков. То есть вот блок самого сканера и еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь во все стороны. Соответственно в сумме это квадрат 17 на 17. Если нам нужно поменять настройки, что-то изменить и заставить майнер обработать ту же территорию еще раз, для этого есть специальная кнопка Restart Майнер. Он опять-таки начнет с верхнего слоя, вот с верхнего правого угла и будет соответствующим образом территорию сканировать и все выкапывать. Рядом с майнером необходимо разместить какой-нибудь контейнер, ну сундук например, иначе он будет просто разбрасываться рудой, выкидывая ее во все стороны. Если разместить в Advanced Майнер ОВ сканер большего радиуса действия, то это увеличит зону выкапывания руды до 16 блоков в каждую сторону. Вот еще плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Итого мы получим 33 на 33 блока квадрат. Все, сейчас он как видите закончил работу и больше ему тут делать нечего. Он продолжает скажем так сканировать уже более нижний слой, но там подходящих указанных в вайт-листе блоков нет. Забрали сканер, рестартанули, положили сканер другого тира следующего и сейчас он благополучно начнет добывать руду зеленую с какой-нибудь из сторон, вот например стой, процесс уже пошел. Ну и вот просто чтобы было видно радиус работы. Вот этим стеклом обозначено для ОД сканера, а вот этим для ОВ. Синенькие блоки он уже не достанет, но собственно говоря и так согласитесь очень неслабо. Кроме того, этот майнер абсолютно игнорирует все блоки не указанные в его вайт-листе. То есть он не копает дорожки к какому-нибудь полезной руде, он просто извлекает нужные блоки и ничего лишнего. Таким образом и работает он быстрее и скажем так лишний коблы не производят от слова совсем. Ну, если конечно она не указана в вайт-листе. Итак, давайте переходить от теории к практике. Вот моя ближайшая жила редстоуна, до которой сейчас уже проще долететь на джетпаке, чем плыть на лодке. Кстати, с этого ракурса моя индустриальная база уже тоже начинает как-то выглядеть. Тадамс! Где-то здесь нужно будет наверное над потолком жилы или просто ну да, на один блок выше, чем ее потолок разместить майнер. вот например где-то здесь вот это вот как раз седьмой ярус майнер чуть выше. В него положить батарейку, выбрать режим вайт-лист, положить по одному блоку той руды, которую я собираюсь добывать. Редстоун, рубины и киноварь. И собственно говоря, а, и закинуть сканер, конечно же, и обязательно поставить рядышком сундук, чтобы вот такого вот не происходило, чтобы он не мусорил мне тут вокруг рудой. Ну и где-нибудь рядом разместить чанк-лоудер, вообще без разницы где, настроенный, да, пусть будет так. Собственно, все, дальше к нему нужно будет вернуться спустя какое-то время, когда он закончит свою работу, ну или по крайней мере, когда в зоне его работы уже больше ничего полезного не обнаружится. Там довольно сложно попадать на джетпаке в такую узенькую по высоте маленькую штучку. Да, ну вот, как видите, процесс благополучно проистекает. И вот за то время, пока я собрал, зарядил, настроил, поставил второй майнер и запустил его в работу, первый успел выкопать все, что мог и уже опустился на уровень Y12. Y12. Это, скажем так, уже несколько ниже, чем подошва этой жилы. Здесь всего лишь 26, ну может быть там 25, я не знаю, как именно он это дело считает. Но, тем не менее, все, что мог, он выкопал. И мы получили раз стек, давайте даже отсортируем, значит, получается редстоун, раз, два, три с половиной стека редстоуна, пол стека киноваря, пол стека рубинов. Замечательно. Плюс ко всему сдвоенный сундук, ему совершенно ни к чему, вполне хватит одинарного. Соответственно, для того, чтобы майнер прекратил свою работу, из него достаточно извлечь сам сканер и все, можно переставлять его на новое место, соответственно, старое место его работы хорошо бы чем-нибудь обозначить, ну просто, чтобы знать, что в этом месте ставить майнер еще раз бессмысленно. Затем отступить в любую сторону на 16 блоков, убедиться при помощи сканера, что тут еще есть что копать и на 17 разместить майнер повторно, закинуть в него включить соответственно вайтлист, закинуть по одному блоку руды для примеров, закинуть остатки батарейки, сканер, поставить сверху сундук и все, вернуться сюда еще через какое-то время. В итоге, после того, как отработали полностью три майнера, руды получилось настолько много, что мне пришлось апгрейдить сундук с рудой аж до серебряного, чисто для того, чтобы в него все это дело поместилось. Тут где-то под 15 стеков редстоуна, два с небольшим стека рубинов, ну и сколько-то там стеков киноваре. А мне в общем-то нужны были рубины, потому что хром, поэтому отправляем их в переработку и в скором времени для доминки будет чем заниматься. Ну, а мы тем временем давайте попробуем воспользоваться криозотом, которого нам эти четыре коксовые печки благополучно нажарили. Давайте посмотрим, можно ли их зачерпнуть просто капсулой из... Хм... Да, можно. А вот если так... Так тоже можно, но он ими явно мусорит. Не надо так, пожалуйста. Ну, тогда, пожалуй, проще будет зачерпывать руками или если мы поставим сюда цертус кварцтанг, то это абсолютно ничего не дает. Ну, что ж, значит, при таком раскладе их можно просто-напросто начерпать. Или поставить жидкостную трубу, поставить памп-кавер, поставить input hatch и, собственно говоря, настроить этот памп-кавер на режим импорт. И вот у нас благополучно криозот будет автоматически переправляться в капсулы. Затем эти капсулы переливаем в соответственно output hatch, отправляем криозот в хим-ванну, добавляем сюда же любых деревянных пластин и таким образом мы получаем шпалы. Шпалы для железной дороги. Их можно получать с шейпт вариантом с использованием целой капсулы или целого ведра на одну. Можно при помощи карпентера с использованием трех четвертей или при помощи хим-ваны с использованием половины. Таким вот образом у нас получается один из компонент рельс. вторым компонентом обычных железных рельс являются собственно говоря ну вот давайте чтобы не путаться в русском языке и одна рельса рельса и рельсовые пути тоже рельсы поэтому давайте будем называть их рейл и трек то есть рейл это отдельная рельса а трек это собственно кусок железной дороги ну так вот рейл можно сделать из кучи разных материалов в зависимости от прочности его расходуется больше или меньше я сейчас всерьез рассматриваю железо три к двум или гораздо лучше сталь три к четырем по сути расход металла такой же а выход рельс получается вдвое больше нам для этого потребуется интегрейтед серкет с конфигурацией шесть то есть берем какой-нибудь любой интегрейтед серкет берем отвертку превращаем его в конфигурационный и шесть это где-то вот ровно здесь ну и дальше мне нужны стальные стержни я подозреваю что их понадобится много поэтому можно наверное сразу полстека стали отправить в экструдер получить эти самые стальные стальные стоп стоп стержни они кольца конечно же так теперь вопрос как их превратить обратно хотя зачем их превращать обратно их наверное можно будет да их они мне еще пригодятся все нормально они мне еще пригодятся когда я буду делать вагонетки ну да ладно так вот берем стальные стержни берем бендер интегрейт интегрейт сертиц конфигурации шесть и получаем через какое-то время так а тут у нас уже вот сейчас шестнадцатая надеюсь что будет так из них делаем именно что шпалы уже такие для полотна рельсы и последний шажок это ассемблер один к шести и мы получаем сразу полстека так тебе не хватило понимаю продолжайте разговор и получаем полстека рельсового полотна получается что на эти самые полстека мне нужно всего шесть штук стандарт рейл которые мне получается если их производить из стали стоят ну то есть три получается четыре а шесть будет четыре с половиной четыре с половиной стальных стержня или два две целых там два двадцать пять сотых два с четвертью стальных слитка то есть с пяти стальных слитков у меня получится стек рельсов по моему неплохо ну и по криозоту там тоже какие-то копейки сюда вот условно ушло два ведра криозота потому что это четыре шпалы на каждую из которых нужно по пол ведра в общем два ведра криозота два с половиной два с четвертью слитка стали и пожалуйста пол стека рельс готово окей с рельсами разобрались давайте теперь соберем что-нибудь что по ним будет ездить я думаю начинать стоит с туннельного бура это такой специальный механизм рейлкрафт целый поезд который сам себе бурит туннель в породе сам себе выкладывает рельсы сам себе делает подсыпку из гравия если нужно ну и выкидывает добытую породу в специальные грузовые вагончики ну что ж по составу он в общем-то содержит в себе парочку паровых локомотивов я думаю с них и стоит начинать как видите здесь применяется довольно много механизмов которые мы использовали немножко раньше в нашем технологическом развитии и которые вот прямо сейчас нам уже больше не понадобятся это и хай преша колл бойлеры и бронз фаербокс кейсинги от бронзового бойлера ну и разумеется ванильные майнкрафтовские вагонетки которые поскольку здесь таки есть грегтег делаются несколько более интересным образом нам нужны железные пластины немного инструментов и колеса железные или стальные колеса для вагонеток соответственно можно обойтись без инструментов воспользовавшись ассемблером но колеса нам в любом случае понадобятся колеса делаются в том же самом ассемблере из железных колец стержней и вот мы их получаем соответственно железные ли колеса железные ли вагонетки или стальные колеса и стальные пластины вагонетка получается одна и та же поэтому в общем-то разумеется логично использовать более дешевое железо итак вагонетки мы собрали все прочее собрали пришла пара паровых локомотивов раз и два следующее что нам необходимо для туннельного бура это некоторые стил гирбокс условно коробочка с шестеренками ну или некоторые условные механизмы для их изготовления нам потребуются пластины шестеренки стержни точнее стил фреймбоксы что делаются из стержней в общем целом еще некоторое количество определенным образом обработанной стали так 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 раз два на самом деле три третий нам тоже пригодится ну что ж верхняя часть рецепта готова инструменты разумеется тоже есть следующий девайс это трек лейер карт это собственно вагонетка которая умеет укладывать рельсы ну поскольку весь туннельный бур этим заниматься умеет то вполне логично что где-то в его рецепте есть в том числе и трек лейер карт и вот тут окромя знакомых гирбоксов конвейеров робоарм вагонеток и машин контроллера появляется что-то новенькое микросхемы рейлкрафт ресивер серкет в рейлкрафте они различаются не столько по тирам сколько по цветам и в частности вот эти зелененькие делаются в ассемблере из микросхем индустриал крафт из золотых пластин и зеленой краски ее нужно совсем немного 24 милибакета это какое-то даже может быть не очень кратное количество но для того чтобы ее произвести нам необходимо несколько скажем так интеракций во-первых в химреактор нужно залить серную кислоту добавить какое-то количество соли и чего-нибудь зелененького это может быть зеленая краска зеленых там кактусовая зелень капелька зеленого меда что угодно но в общем вполне может быть стоит посетить какую-нибудь пустыню поискать кактусы ну или может быть они у меня и так уже есть с солью тоже никаких проблем обычный хлорид натрия серная кислота серная кислота может быть получена в другом химреакторе при помощи как ни странно сероводорода и воды и то и другое у меня как ни странно есть сероводород кажется помнится образовался где-то там в процессе производства полиэтилена по-моему так что в общем целом не вижу никакой проблемы с зеленой краской и так сначала в химреактор тир 1 кладем 4 капсулы сероводорода и воды и получаем в сумме 3 ведра серной кислоты соответственно по полтора за операцию а даже нет пожалуй пожалуй не 4 пожалуй достаточно 2 и 2 да вот уже так мы получаем 3 ведра серной кислоты дальше ее выливаем в какой-нибудь input hatch это с теста поворачиваем выходом наверх это выходом вниз и включаем автовыгрузку жидкостей и вот наша серная кислота весело отправляется вот сюда ну и можно зачерпнуть ее обратно в капсулы далее эту серную кислоту необходимо залить в химреактор тир 2 ну свободного слота у меня около него нету поэтому мы можем просто напросто снять временно fluid solidifier воткнуть туда какой-нибудь output hatch повернуть его выходом к соответственно химреактору и вылить туда одну капсулу серной кислоты тадам далее мы в этот химреактор закидываем кактусовую зелень и соль и получаем ровно то что нам и требуется то бишь зеленую химическую краску тадам затем эту краску выливаем в ассемблер и уже в ассемблер закидываем электроник серкеты и золотые пластинки и получаем то что нам и требовалось ресивер серкеты из рейлкрафт полученного количества зеленой краски нам хватит аж на 24 такие схемы не уверен что мне нужно вот прям сейчас такое количество но пожалуй их имеет смысл сделать с некоторым запасом ну просто потому что они не помешают так или иначе кстати говоря в химреакторе все равно останется какое-то количество серной кислоты никак не используемое и если мы не планируем вот прям сейчас делать новую краску и так далее то для ее извлечения можно конечно же просто демонтировать химреактор поставить обратно а можно воспользоваться вантусом или по-английски планер делается он из двух стержней любого металла трех резиновых пластин при помощи кусачек и напильника и работает очень просто если взять его и кликнуть правой кнопочкой левой кнопочкой по механизму в котором что-то было или как там shift правой кнопочкой shift левой кнопочкой а понятно понятно в общем кажется он способен удалять жидкости только из аутпут слотов с инпут слотами он ничего сделать не в состоянии ну ок значит будем заниматься старым добрым дедовским способом просто переустановка механизма а теперь давайте вернемся к рецепту трек лейер карт теперь на мой взгляд у нас есть все что необходимо для того чтобы его наконец-то собрать тадам и пожалуй теперь у нас есть все что необходимо для того чтобы собрать уже и сам туннельный бур ну кроме конечно же инструментов которых таки не напасешься на все рецепты не разложишь по всем ворктейблам и так или иначе их приходится время от времени перекладывать вот он ну скажем так для того чтобы им полноценно воспользоваться необходимо сделать хотя бы еще одну вагонетку с сундуком чтобы она могла хранить какие-то предметы грузы вот так вот а дальше нам нужны рельсы нам нужно какое-нибудь топливо я надеюсь он будет кушать блоки чаркола ну и выбрать направление в котором мы хотим пробурить какой-нибудь туннель причем это не обязательно должен быть именно тоннель в котором будет лежать железная дорога с его помощью я могу просто-напросто расчищать пространство выбирая породу внутри своей базы ну и начинать разумеется логично сверху например вот отсюда устанавливаем эдак приблизительно 3-4 блока рельс ставим сам туннельный бур это охренительно здоровая махина приблизительно такого вот размера может быть даже ее не стоит ставить прям вот так впритык к началу путей может быть стоит немного отступить и поставить куда-нибудь вот сюда например да он конечно очень здоров я надеюсь ему хватило этих рельс может быть даже стоит еще и пару блоков добавить к нему прицепляем вагонетку с сундуком прицепляем как ставим рядышком берем краубар монтировку кликаем по одному видим надпись link started кликаем по другому видим надпись link created теперь они сцеплены между собой и соответственно когда туннельный бур будет двигаться он будет тянуть за собой и вагонетку его собственный инвентарь представляет из себя набор слотов для топлива набор слотов для рельс соответственно именно отсюда он будет их брать и выкладывать пути набор слотов для балласта сюда можно положить гравий и тогда если он увидит какую-нибудь яму или обрыв ну или какое-то углубление то он попытается ее засыпать этим самым гравием ну скажем так не слишком глубокую это мне сейчас не требуется и еще механизм который точнее деталька которую я забыл сделать это собственно сам диск которым горнопроходческий щит которым он будет эту самую породу разбивать этих самых оголовков для бура есть три разных вида алмазный стальной и железный я думаю стальной будет пожалуй сейчас самое то это всего лишь блок стали плюс еще 8 пластин вот как-то так размещаем его подкладываем топливо он благополучно ест блоки чарколы что хорошо и здорово и начинает я надеюсь работать я надеюсь что он таки не слишком близко скажем так стоит к началу тоннеля точнее к стене и сможет да судя по всему может судя по всему может единственное только непонятно срубил ли он блоки потому что а нет все понятно блоки он срубил здесь что-то явно появилось а положив в него всего 30 рельс я ограничил дальность на которую он уедет дело в том что до края горы вот этого вот приблизительно столько блоков отсюда и есть мне не нужно чтобы он ехал куда-то дальше собственно он и не сможет но мне не нужно чтобы он даже за пределы стен выходил чисто технически сзади него было бы очень разумно прицепить вагонетку которая бы сразу же собирала эти рельсы она их будет складывать обратно в сундук а соответственно туннельный бур сможет эти рельсы обратно себе из сундука брать если они понадобятся потому что именно железная дорога мне здесь не нужна мне нужно просто прокопать тоннель потом я поставлю его рядышком потом еще и еще в общем пусть он занимается просто-напросто расчищением расчищением пусть он мне место свободное обеспечивает внутри моей индустриальной базы так вот трек трек ремовер трек ремовер карт вот это вот то что имеет смысл прицепить к нему сзади очень похоже на трек лейер только что микросхемы используются другого цвета кстати насчет микросхем цветов всяких разных я посмотрел немножко повнимательнее и скажем так производить их можно двумя путями при помощи химической краски нужного цвета или при помощи смешанной с водой краски этого же цвета и вот вторую получить существенно проще нам просто нужен любой краситель вода и миксер и не нужна серная кислота не нужно два химреактора вот все вот это можно благополучно пропустить поэтому я наверное все таки поступил несколько ну несколько сложнее чем это то требовалось я на всякий случай закрою выход из тоннеля почему ну потому что там темно там нет никакого освещения и там вполне вероятно сейчас будет что-нибудь спауниться мне бы не хотелось чтобы это что-нибудь в итоге приползло вот сюда вот ко мне на базу поэтому просто-напросто закрываем все дырки так чтобы там ни один зомби не пролез ни один паук не прополз и через какое-то время на другой стороне горы можно наблюдать вот такую вот психоделичную картину когда из горы выпал туннельный бур и благо дело остановился хотя все еще там продолжает чем-то шевелить но я из него уже топливо достал кажется там все-таки кто-то заспаунился да привет скелет о да вас тут много ну ладно давайте файтиться я в конце концов на джетпаке правда что-то вам немножко на это пофигу ну да ладно итак экшен валим скелетов ну кто из нас круче я со своим мечом или ты со своей броней учитывая что у меня есть мобильность так наверное тут все-таки стоит что-нибудь осветить чтобы не появлялись новые ну как-то так а туннельный бур вполне можно развернуть запустить в обратную сторону по собственно соседней ну скажем так соседний туннель прокопать и так далее выбрать тут всю лишнюю породу которая мне мешает заниматься индустриальной базой провожаем туннельный бур в его второй рейс кстати рельсы снимаются при помощи кроубара монтировки правда достаточно неторопливо и достаточно прилично насилуя при этом сам кроубар и расходуя ее прочность ну или собственно говоря это можно сделать вот таким вот образом просто-напросто спиливая блоки на которых эти рельсы расположены ну а так конечно будет совершенно не лишним собрать себе отдельно вагонетку которая будет заниматься тем что после того как проехал бур проезжать здесь и просто-напросто собирать все эти рельсы но этим мы займемся уже точно в следующий раз а пока что у меня на этом все с вами был Сэппиент надеюсь это было интересно всего доброго продолжение следует сэппиент